Всем привет! Смотрите как сделать из обычного ПК сетевое нас-хранилище. Как установить и настроить операционную систему OpenMediaWorld. Создать RAID массив, настроить сетевой доступ и добавить сетевую папку. А еще как восстановить данные с RAID массива OpenMediaWorld нас-хранилища. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях или статьям. Open Media World – это программный NAS, открытая масштабируемая система управления сетевым устройством хранения на основе Debian Linux. Данная система включает в себя возможность создания программного RAID, почтовый клиент, медиасервер, BitTorrent клиент и другие сервисы. С помощью доступных в репозитории плагинов его возможности можно расширить. Одним из главных качеств OMV является то, что ее можно полностью настроить и управлять им через интерфейс веб-администратора, что делает его готовым к использованию решением, наиболее подходящим для неопытных пользователей Linux или новичков, а также довольно простой системой. При наличии старого ПК и как минимум трех накопителей может стать неплохой бюджетной альтернативой полноценного NAS-хранилища, а построение RAID-массива позволит обеспечить безопасное охранение информации. Обычно для создания сетевого хранилища на базе OMV используют бывшее употребление оборудования, что в свою очередь может стать причиной выхода из строя вашего хранилища, вследствие чего можно потерять важную информацию. После выхода из строя NAS-устройства с дисков собранных в RAID просто достать информацию не получится, чтобы вернуть данные с накопителей потребуется специализированный софт. Далее в видео я покажу как выбрать программу для восстановления данных с RAID-массива собранного с помощью OMV. Для начала давайте рассмотрим как установить OMV на обычном ПК. Прежде чем приступить к установке вам потребуется ISO образ загрузочного диска OMV. А если вы планируете собрать RAID-массив, то потребуется еще как минимум 3 жестких диска, на один из которых будет установлена операционная система. После загрузки ISO образа операционной системы OMV нужно создать загрузочную флешку. Воспользуйтесь любой доступной утилитой для записи образа на диск. Подключите носитель ПК, на который нужно установить систему, перезагрузите его и загрузитесь в флешки. После откроется экран установки OMV. Выберите из списка меню загрузки установить и нажмите клавишу Enter. На следующем экране выберите язык, который будет использоваться в процессе установки и в уже установленной системе, а затем нажмите Enter. Укажите ваше территориальное расположение и снова Enter. И в следующем окне раскладку клавиатуры. Далее нужно будет ввести имя компьютера, а также имя домина. И после задать пароль для учетной записи ROOTA. Еще раз повторить ввод пароля. Затем потребуется оказать временную зону. И после начнется процесс установки системы. Далее в окне настройки менеджера пакетов нужно указать страну расположения зеркала архива Debian. Выберите из списка наиболее близко лежащую к вам страну и кликните по ссылке зеркало из данного списка. Продолжить. В следующем окне система попросит указать устройство для установки системного загрузчика. Жмем Enter для подтверждения. Установка завершена. Извлеките установочный носитель и нажмите продолжить для завершения установки и перезагрузки ПК. Теперь на вашем компьютере установлено хранилище OMV NAS. После перезагрузки операционной системы на экране будет отображаться IP адрес устройства с OMV. Для управления откройте браузер на другом компьютере. Введите полученный IP в адресную строку и нажмите Enter. Для входа в веб-панель администратора нужно ввести логин и пароль. По умолчанию имя admin и пароль OpenMediaWorld. Теперь давайте разберем как создать RAID массив на только что созданном сетевом хранилище. После входа в веб-панель OMV в разделе Хранилище откройте Manager RAID. И для создания нового массива кликните по кнопке Создать. Задайте имя. Выберите нужный тип RAID. Отметьте диски из которых будет состоять будущий массив и нажмите Создать. А затем Да для подтверждений. После всплывет уведомление о том, что для создания файловой системы на дисковом массиве нужно дождаться окончания инициализации. ОК. И вверху нажать Применить для того, чтобы изменения настроек вступили в силу. Да. После того как RAID массив станет активным перейдите в Хранилище Файловые системы. Здесь нажмите кнопку Создать. Выберите диск. Выберите тип файловой системы для массива. И нажмите кнопку ОК. После создания файловой системы выберите массив из списка. И вверху нажмите кнопку Монтировать. Чтобы сделать хранилище доступным для системы. И выше чтобы сохранить изменения нажмите Применить. После того как RAID массив был смонтирован в вашей системе. Вы можете начать добавление новой учетной записи пользователя. Создать общую папку и настроить для нее разрешение. Перейдя в меню управления правами доступа. Для добавления общедоступной папки в разделе Управление правами доступа откройте Общие каталоги. Здесь кликните по кнопке Добавить. Укажите имя сетевой папки. Выберите диск на котором она будет находиться. И установите права доступа, чтения и записи. А затем нажмите Сохранить. После чего папка станет доступна по сети. А чтобы подключиться к ней нужно настроить сетевые протоколы. Для настройки FTP сервера его сперва надо включить. И выбрать общие папки к которым будет предоставлен доступ. Переходим в раздел Сервисы – FTP и включаем данный протокол. Далее настраиваем дополнительные параметры. Опцию требовать допустимую оболочку лучше выключить. А опцию сводка – включить. Для настройки подключения клиентов без ограничений активируйте анонимный доступ. После чего любой из пользователей сможет подключиться по FTP к хранилищу. Если планируется открыть доступ к FTP из интернета, то его включать не стоит. Назначение остальных настроек вполне ясно из их названия и описания. Теперь можно подключиться к диску и записать на него данные. Как я уже говорил ранее, сетевые хранилища с OMV обычно используют как бюджетный вариант и собирают из комплектующих уже бывших в использовании. А поэтому такое хранилище может быстрее выйти из строя. При случайном удалении файлов с диска на с устройства, форматировании накопителя, неправильной настройки и других ситуаций с потерей данных или пропаже доступа к сетевому диску и повреждению RAID массива, восстановить информацию вам поможет только специализированная программа для восстановления данных. Большинство NAS устройств работают на настроенной версии операционной системы Linux. И форматирование жестких дисков происходит с использованием файловой системы EXT. А управление системами RAID в большинстве из них основаны на двух технологиях MDADM и LVM. И при подключении их напрямую в ПК с операционной системой Windows прочесть их не удастся. Чтобы прочесть накопители и достать из них информацию, воспользуйтесь проверенной утилитой для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологии построения и типов RAID. И в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Извлеките диски из сетевого устройства и подключите их в ПК с операционной системой Windows. После загрузки системы откройте управление дисками и проверьте определились ли они в системе. Операционная система может предложить инициализировать или отформатировать накопители для получения к ним доступа. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Загрузите и запустите программу. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме определит диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Программа на лету собрала RAID массив, он отображается вверху менеджера дисков. Для отображения содержимого диска его нужно просканировать. Кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Выберите тип анализа и для запуска поиска файлов нажмите «Далее». Ждем окончания процесса сканирования и по завершении, чтобы перейти к содержимому, жмем «Готово». Программа нашла все файлы, которые были записаны на диск и даже те, которые были ранее удалены. Они отмечены здесь красным крестиком. Их содержимое можно посмотреть в превью. Для восстановления отмечаем те, что нужно вернуть и жмем «Восстановить». Выбираем накопитель куда их сохранить и указываем нужную папку. А затем «Восстановить» и готово. После переходим по указанному пути и проверяем наличие восстановленных файлов. Headmon RAID Recovery имеет дополнительный функционал для повышения эффективности работы с дисками RAID, имеющими признаки аппаратных дефектов. Программа позволяет создавать образы дисков и производить анализ с образов, что снижает нагрузку на диски и предотвращает выход их из строя. При повреждении диска или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива, вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Откройте конструктор. Выберите пункт «Создание вручную». Затем заполните поля с данными RAID, его тип, порядок блоков, их размер. Добавьте диски, из которых он состоял. С помощью стрелок укажите их порядок, а недостающие заполните пустым, кнопкой «плюс». Также здесь можно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить его автоматически и его нужно ввести вручную. При верно указанных параметрах, как правило, внизу RAID будет иметь хоть один раздел. Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Если нужные папки отображаются, RAID было построено правильно. Заполнив все известные параметры, нажмите «Добавить». После чего вы попадете в менеджер дисков, где будет отображаться добавленный RAID. Для восстановления осталось его проанализировать. Найти файлы, которые нужно вернуть. Выделить их и восстановить. Указав конечную папку. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.